Добрый вечер. Продолжение, провоза товаров и услуг, смены места жительства, трудоустройства, образования. Пространство общее, но государство все же независимое. Очевидно, в нынешних реалиях даже этого мало. Все чаще говорим о промкооперации. Президент накануне как раз посетил предприятие, которое нацелено на такое партнерство с белорусскими производителями – Иркутский авиазавод. Тема реализации совместных проектов в авиастроении, как, например, Беларусь и Россия это делают в станкостроении и микроэлектронике, основная во время визита. Речь о разработке пассажирских и транспортных технологий. Белорусы уже помогают российским партнерам с комплектующими, ремонтом, модернизацией техники. Однако перспектив больше. Остается определить новые ниши. Мне надо новейшие технологии. То есть мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. Это должно быть наше общее. Беларусь, Россия не должны делиться. Это, как и часто мы говорим, вот товар союзного государства. Слушайте, давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда и разговоры исчезнут. Кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит. Когда самое время расширять технологическую кооперацию, волей-неволей возникает вопрос собственности. Сейчас, когда все больше предприятий с одной стороны и с другой уже взаимодействуют, он особенно актуален. Когда создавалось союзное государство, один из пунктов договора был необходимость создания союзной и собственности тоже. Но мы не вышли на создание такой вот категории собственности. У нас по-прежнему остается собственность российская и собственность белорусская. А если вот представим, происходит какое-то изобретение, которое создавалось совместным коллективом научным российским и белорусских ученых. Кому принадлежат плоды этой разработки? По-хорошему, вот для такого изобретения, которое затем необходимо коммерциализировать, было бы хорошо запустить категорию собственности союзного государства. Но пока ее нет. И я думаю, что это было бы очень перспективно. Никто уже не говорит, что мы там по бросовым ценам у них берем газ, нефть. А все увидели, что такое Беларусь, что она всегда спиной спине с Россией была, есть, я уверен, что будет. Наш геополитический выбор заключается в том, что мы всегда вместе с Россией. Мы создали союзное государство и продолжаем его совершенствовать. Но здесь очень важен принцип, который нацелен на сохранение нашего суверенитета и независимости. Одно союзное государство, но свои национальные интересы, они в целом совпадают. А, конечно, основа это экономика. Без этого никак. Сейчас решаем вопрос для того, чтобы у нас наше предприятие и наша продукция могла по всероссийским закупкам идти. И в том числе и с применением бюджетных средств. Это тоже может стать еще одной точкой соприкосновения, которая укрепит двусторонние отношения. Минск и Москва уже не просто союзники, а достаточно серьезный конкурент на мировом рынке. Дальше больше. Совсем скоро партнеры соберутся на главной бизнес-площадке союзного государства. Подготовку 11-го форума регионов Беларуси и России обсудили на заседании оргкомитетов. С зарубежными коллегами связь онлайн. Формат этого года новый. Программа в трех городах. Участников примут в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Ожидают больше тысячи человек. Потенциал представят все регионы нашей страны и 64 субъекта России. Кроме пленарного заседания, работа девяти секций. Впереди соглашения и контракты в промышленности, медицине, образовании и науке. Особое внимание подготовке объектов. Я думаю, что мы значительно превысим ту сумму коммерческих контрактов, которые у нас были заключены в рамках юбилейного 10-го форума. В этой связи, конечно, возникает достаточно много организационных вопросов, потому что масштабное мероприятие. И, конечно, достаточно много организационных моментов, которые мы должны предусмотреть. И в этой работе, конечно, нет никаких мелочей. Буквально все, начиная от транспортного обеспечения, мест проведения секционных заседаний и пленарного заседания. Вопросы, связанных с питанием, культурной программой и так далее, это большинство вопросов уже находятся в своей заключительной фазе решения. Традиционная выставка достижений будет на Витебской площади Свободы. Это около 100 экспонентов и 80 единиц техники. Форум регионов с 27 по 30 июня. А завтра партнеры будут говорить на языке спортивной дипломатии. В Минске сборная Беларуси и России сыграют в футбол. Ожидается, что трибуны будут заполнены до отказа. Несмотря на статус матча товарищеский, тренеры собрали оптимальные составы, чтобы игра получилась максимально красивой. Андрей Бондаренко продолжит. Большой футбол вернулся в Минск спустя практически три года. Именно столько времени наши сборные и клубы по требованию УЕФА не могли играть дома. Мол, в Беларуси небезопасно для проведения матчей. Хочется спросить, а где тогда безопасно? И вот совсем недавно вот так болели в Минске. Главное, чтобы за эти годы не разучились. Мощная вывеска «Беларусь-Россия» сразу же привлекла болельщиков. И штурмовать сайты билетных операторов любителей футбола из двух стран начали почти сразу. По словам представителей федерации, будет аншлаг. И команда рассчитывает показать хорошую игру. Отлично, что мы сыграем дома. Это важно в первую очередь. Это особый товарищеский матч с сильным соперником с огромным потенциалом. Нам нужно показать лучшую свою игру. И, конечно, мы постараемся победить. Для испанского специалиста, который возглавил нашу сборную относительно недавно, это тоже будет первый матч перед белорусскими болельщиками. Аллас часто посещает матчи внутреннего чемпионата, но на переполненном стадионе «Динамо» его ждет совершенно другая атмосфера. Перед своей публикой хотим сыграть так, чтобы они не увидели безразличных на поле. Хочется проявить себя так, чтобы о нас говорили с приятными чувствами. И оставить в сердцах болельщиков хорошие эмоции. В сборной России наш соперник лишена возможности вообще играть в международные матчи. Поэтому приезд в Минск тоже важное событие для команды. Несмотря на статус соперничества российских футболистов, встретили в столице Беларуси в прямом смысле с хлебом и солью. Команда уже провела в Минске тренировочное занятие. Состав у сборной Валерия Карпина солидный. И их гости, по мнению специалистов и букмейкеров, фавориты этой встречи. Такой матч превратится в настоящий праздник. И не только спортивные. До начала встречи для болельщиков подготовят множество активностей. Различные развлекательные игровые локации, фудкорты. Гимны двух стран исполнят заслуженные артисты Беларуси и России. Последний раз белорусские и российские футболисты играли друг против друга в июне 2015-го. И тогда наши уступили 2-4. Сейчас отличный шанс, чтобы взять реванш. Начало матча завтра в 8 вечера. Стадион «Динамо» готов принять 22 тысячи зрителей. Андрей Бондаренко и Анастасия Серегина. Наши новости ОНТ. Пружаны принимают спортивно-культурный фестиваль в итоге. Завтра церемония открытия, но и день накануне насыщенный. В эти минуты фильм под открытым небом. А утром участники знакомились с туристическими объектами района. Затем в Пружанах угощали местными изысками. Гостей встречали колоритными блюдами более 70 рецептов. От сладостей и мясных изделий до уникальных угощений, которые сохранились от предков. Благодаря местным энтузиастам эти рецепты теперь доступны всем в новой книге по гастрономическому туризму региона. Была проведена этнографическая экспедиция, во время которой в большинстве работники сферы культуры собирали уникальные рецепты. Потом эти все рецепты были приготовлены и отсняты. В этой книге можно попробовать такое блюдо, которое готовят в деревне Смоленицы. Оно называется бацваны. Это хлебобулочные изделия с морковью, сушеными ягодами. Это огладки на дрожжах. Драники достаточно большие, приготовленные на дрожжах. Этот рецепт нам нашли жители деревни Оранщицы. Народные промыслы, родные бренды представили в разных локациях городского парка. В центре праздника большая выставка от Национальной академии наук. Здесь лучшие разработки наших ученых. Пружаны в эти минуты в атмосфере праздника спорта и культуры. Завтра на фестивале торжественно откроют скейт-роллер-парк. В его оформлении приняли участие все желающие. С помощью красок и спонжей нужно было заполнить фрагменты росписи. На витоках гостей ожидает спортивно-исторический квест по объектам города. Интерактивная театральная постановка, основанная на белорусских обрядах. Награда за предназначение. В Минске вручили ордена матери. Церемония символична в одном из детских театров. В зале виновницы торжества и их большие семьи. С ними познакомилась Ангелина Дикун. Это моя мама. У нее зеленые глаза и бусинки с крестиком. Мама очень красивая, милая, хорошая и добрая. Такой шестилетний Саша изображает маму в своих рисунках. Но если речь заходит о семейном портрете, то листка бумаги часто не хватает. Переходит на большие формы и подключает братьев. Уместить рисунок всей семьи даже на таком мольберте сложно. Еще сложнее собрать всех вместе – пятеро детей. Старшему 14, младшему всего два. Единственное, что дается с легкостью родителям – одаривать каждого заботой и вниманием. И дети это чувствуют. Я очень рада, мне очень нравится, что у меня столько братьев. Она всегда весела и очень интересна. Самого младшего зовут Серафим, а потом идет Ваня, потом идет Саша, потом я, потом идет Костя. Елена – одна из немногих женщин, которая преуспела не только в главном предназначении, но и реализовалась в профессии. Художник-постановщик театра белорусской драматургии смогла найти ту золотую середину между семьей и карьерой. Признается, было непросто – поддержал супруг. У меня всегда была очень глубокая вера в то, что несмотря ни на какие сложности, трудности финансовые, здоровье, я все равно буду мамой большой семьи. Творческая профессия мне помогает ко всему относиться к творческому процессу, в том числе и воспитание, и кухня, и работа в периоды, пока рождались дети, потому что я никогда не оставляла свой путь художника. Художник-постановщик, вожатый служебных собак, продавец, специалист по кадрам, учитель музыкальной школы, домохозяйка. Десять меньшанок, матерей, героиню достоились почетного ордена. На всех у них 51 ребенок. Рожайте много детей, это так здорово, это так классно. Это трудно, и вместе с тем это легко. Это где-то грустно, где-то радостно. То есть это такая полноценная жизнь. Это не препятствует вообще карьерному росту, саморазвитию. Это вдохновляет, окрыляет, помогает, поддерживает, встряхивает иногда. Такие церемонии в нашей стране часто, и для женщин не только цветы. Поддержка семьи – национальный тренд. Выплаты – особое отношение. В Беларуси безопасно и комфортно создавать многодетные семьи. И потому с каждым годом их становится все больше. Поддержка семьи начинается еще до рождения ребенка. У нас работает система социальных пособий, которых 11. И начиная с пособия по беременности, родам и последующие выплаты, которые предусмотрены нашим законодательством, позволяют обеспечивать семью всем необходимым. Серьезное подспорье является помощь при строительстве жилья, налоговые льхоты, различные другие преференции в системе образования, медицины, социального обслуживания. Сегодня в стране больше 123 тысяч многодетных семей. Только в столице больше 17 тысяч. Большинство воспитывает троих детей, но есть и те, у кого их 12. Елена Колясникова тоже задумывается о пополнении. Супруг мечтает о дочке. Ангелина Дикун, Александр Зонов и Илья Валюк. Наши новости ОНТ. Новые поликлиники и зоны отдыха. В Мингрисполкоме обсудили вопрос развития столицы. В заседании участвовала спикер Совета Республики, уполномоченный представитель президента по Минску Наталья Качанова, а также главы районных администраций и профильных ведомств. Внимание с социально-экономическим показателем, экспорту товаров и услуг. Растет география поставок, увеличивается число городов-побратимов. В этом году к ним присоединился Баку. Более тесное торгово-промышленное сотрудничество с Никарагуа и Зимбабве. Собираются осваивать новые рынки сбыта в российских регионах. Произошел рост по первому кварталу убыточных предприятий, поэтому будем сегодня нацеливать районы и предприятия для того, чтобы выработать четкую политику и позицию, как помочь предприятиям выйти на безубыточную работу. Обратим внимание на рост властких остатков. Они у нас в пределах указанных норм, но мы видим, что есть ряд предприятий, которые прирастают, поэтому мы тоже обратим внимание для того, чтобы полугодие было с лучшим результатом. Внимание местам отдыха, притяжения гостей и жителей столицы. Масштабный ремонт сейчас в парке Уга-Чавеса приводит в порядок пляжи и инфраструктуру. Растет число точек общепита. Остались в живых и не попали под огонь польских силовиков. Рано утром польские военные выкинули в Беларусь очередную группу беженцев. Пять мужчин получили серьезные травмы. Поляки отобрали у них деньги и мобильные телефоны, на которые часто снимают избиения и издевательства с их стороны. Пострадавшим в Беларуси оказана медпомощь. Рядом у забора на польской территории остается женщина африканской внешности. Она не говорит на английском и самостоятельно не может передвигаться. Поляки помощь ей не оказывают. В сети появились новые кадры издевательств пьяных польских силовиков над беженцами из стран Азии и Африки. Одному сломали руку, другому повредили спину и ногу. Ситуацию прокомментировала польская гражданская активистка Мария Зланкевич. Беларусь и Азербайджан на высокой ступени стратегического экономического партнерства и уверены, есть куда расти. Серьезно расширить производственную кооперацию, создать уникальные совместные проекты. Президенты двух стран поставили непростые, но вполне реальная задача. Действовать нужно сейчас, не откладывая в долгий ящик. Именно с этой миссией в Минск приехала правительственная делегация из Азербайджана во главе с вице-премьером. Вопросы активизации экономических связей и резервов для роста взаимной торговли рассмотрели на заседании межправкомиссии. К 30-му году задача довести товарооборот до миллиарда долларов. В этом плане Минску есть что предложить Баку. И сегодня все договоренности закрепили на бумаге. Итог заседания – подписание обновленной дорожной карты по развитию сотрудничества. «Мы ожидаем экономический эффект в размере порядка 200 миллионов долларов в эквиваленте в плюс к имеющимся у нас достаточно серьезным цифрам. Мы торгуем техникой, мы торгуем сельхозпродукцией. Кстати, она очень популярно востребована, потому что даже если какая-то номенклатура несколько дороже, в том числе и в силу географической удаленности в сравнении с той же Турцией или Грузией, но за счет колоссально высокого качества, за счет своей безопасности, она очень популярна среди жителей Азербайджана, и в частности у бакинцев». Теперь наряду с тракторами в Азербайджане будут собирать коммунальную, пассажирскую и пожарную технику – «Белорусские лифты». Там же построят мультибрендовый сервисный центр. После переговоров в визит на производственную площадку, сборку и уже готовую продукцию бакинская делегация смогла оценить сама. Особый интерес к нашим электробусам, спасательной, сельхозтехнике, а также новинкам Белджи. Здесь же подписано соглашение между предприятиями двух стран. «Ряд проектов. Конкретно сегодня было подписано трехстороннее соглашение о сборке нашей пожарной техники на базе шасси МАЗ именно на Гяньжинском автомобильном заводе. Поэтому это трехсторонний документ, который позволит нам обеспечить потребности азербайджанской стороны в поставках техники. Планируемые объемы порядка 400 единиц, это где-то по 50-60 единиц в год. Мы говорили о том, что мы будем собирать на базе шасси МАЗ не только пожарную технику, но и технику для коммунального хозяйства, это мусоровозы. Будем разговаривать про технику Амкадор, для того, чтобы найти партнеров. Четыре электробуса сегодня в рамках комиссии, это звучало, которые поставлены, и они сейчас в регионах в Шуше». Также прошли переговоры в правительстве. Премьер-министр Беларуси подчеркнул крепкие и по-настоящему братские отношения между нашими народами. Детально остановились на торгово-экономическом сотрудничестве. Завтра деловые круги встретятся на белорусско-азербайджанском бизнес-форуме. На горизонте новые выгодные контракты. Минск и Баку по праву могут гордиться высоким уровнем стратегического партнерства. Во многом успешное сотрудничество – это результат личного руководства процессами президентов двух стран. Новым импульсом в совместной кооперации стал государственный визит главы государства в Азербайджан в мае. Тогда подписан пакет двусторонних документов помимо расширения кооперации взаимодействия на международных площадках и в региональных объединениях. Цены на скупку драгметаллов в изделиях и ломи у белорусов вырастут. Вышло постановление Минфина. Новые расценки будут актуальными со следующей недели. Больше деловых новостей у Натальи Тарасюк. Ближе к делу. Я Наталья Тарасюк. Здравствуйте. Экономическая картина. Далее в деталях. В Беларуси определились со стратегией развития экономики замкнутого типа до 1935 года. Ее еще называют циркулярной. Смысл в том, чтобы добиваться роста, не истощая природные ресурсы, а делая все возможное для их восстановления. В основе такого экономического поведения принцип «добывай, производи, повторно используй». Для достижения цели нужно модернизировать производство, внедрять инновационные технологии. Беларусь определила для себя следующие приоритеты. Экодизайн, ресурсоэффективное производство и упаковка, промышленный симбиоз через организацию кластеров, шеринговая экономика. То есть создание условий для коллективного использования товаров и услуг. Больше семи десятков стран география экспорта белорусских товаров легкой промышленности. Свой профессиональный праздник работники отрасли отметят в воскресенье. Специально к дате Белстат проанализировал итоги работы за 23-й и составил своеобразный портрет нашего Лихпрома. В нем занято больше 85 тысяч белорусов. В стране насчитывалось более двух тысяч коммерческих предприятий Лихпрома. Средний возраст сотрудников – 44 года. В большинстве, почти 80%, – это женщины. Больше всего выпускалось одежды – 44%. Затем идут ткани и текстильные изделия – 42%. Обувь занимает почти 10,5%. Кожаные изделия – 3,5%. Для отрасли 23-й был удачный. Освоили выпуск для внутреннего рынка тканей и нитей. И стекловолокна с улучшенными характеристиками. ХБ-ткани типа джинс, высокообъемные пан-пряжи. Это один из самых популярных видов искусственных ниток. Белорусская товарная биржа вместе с площадками Казахстана, Россия, Кыргызстана и Узбекистана присоединилась к проекту по созданию международной системы биржевых индикаторов товарных рынков. Соглашение подписали в Петербурге. Там проходит экономический форум. Договоренность позволит уйти от индикаторов международных агентств. Они не учитывают специфику товарных рынков стран ЕС. В перспективе участники намерены создать единый межбиржевой ресурс с объективной информацией о ценах. А вот как идут торговые дела на белорусской товарной бирже, расскажет Александр Башлий. Знаю, что удалось договориться с монгольскими партнерами. Мы очень плотно сейчас занимаемся монгольским рынком, работаем с монгольским бизнесом. У нас аккредитовался в этом году биржевой брокер в Монголии и уже работает шесть компаний. Они у нас в торгах. И в этом году начались первые сделки. Продан белорусский сахар, уже довольно-таки неплохие объемы. И пошли сделки по молочной продукции. Была делегация монгольской товарной биржи. Она не универсальна, работает только по ограниченному перечню товарных позиций. Данная делегация посетила нас вместе с представителями Министерства сельского хозяйства в Монголии. Они готовы с нами работать, предлагать новых клиентов для работы на нашей площадке, расширять товарную номенклатуру. Есть востребованность к покупке белорусской муки. Да, они хотят закупать и зерновые, но здесь мы можем и поделиться нашей клиентской базой из Российской Федерации. Предприятие готово поставлять металлическую продукцию и шерсть на белорусский рынок. Мы знаем, что Монголия славится своим кашемиром. Попробуем даже и по этому проекту поработать по данной товарной позиции. Если продолжать разговор об азиатском векторе, то как идут биржевые дела с Китаем? Ну, сейчас у нас Китай вышел на вторую позицию по объемам сделок после Российской Федерации на биржевых торгах. Наверное, через неделю-вторую мы достигнем показателя 200 китайских компаний, которые будут аккредитованы на бирже. По Китаю объемы у нас выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. То есть за аналогичный период мы уже за период 24 года, за пять полных месяцев мы закрыли объемы, которые у нас были заключены по сделкам за весь 2023 год. Задача по расширению товарных позиций и по расширению именно работы белорусских предприятий на площадке торгов промышленными и потребительскими товарами. Спасибо. А вот эпоху доминирования предсказывают Эппл. Она намерена объявить о партнерстве с американской компанией, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. Об этом пишет бизнес-инсайдер. Есть информация, что Эппл уже почти готова объявить, что технология ЧАД-GPT будет интегрирована в операционную систему Айфон. Это удовлетворит интерес со стороны инвесторов, разработчиков, ведь они серьезно собираются освоить самую прибыльную технологию Кремниевой долины и хорошо на этом заработать. Не исключено, что глава Эппл Тим Кук покажет новинку на открытии Всемирной конференции разработчиков Эппл. Она стартует на следующей неделе. Такими были новости экономики и бизнеса. Я, Наталья Тарасюк, желаю вам удачи в делах. Спасибо, что смотрите и до встречи. Аграрный сезон переходит в активную фазу. На полях зеленая жатва. По сути, это маленькое начало большой уборочной. На юге страны первый укос многолетних трав плавно перетекает во второй. Именно в июне свежая масса наиболее питательная и сочная. Это позволит хозяйствам создать прочную кормовую базу и обеспечить поголовье с балансированным питанием. То, от чего зависят надое и привесы в зимний период. Поэтому сельчане стараются использовать каждую минуту. Максим Вечерков. Убрать и сохранить. Чтобы из спелого растения получить полезные рационы, нужно использовать каждую минуту, проведенную в поле. А то перезреет. Поэтому главное в этой работе скорость. После того, как траву скосили и сгребли, комбайну-подборщику нужно очень оперативно ее измельчить и наполнить кузов уже готовой с зеленой массой. Дожди, кстати, не помеха. Главное, чтобы не проливные. Совсем по-другому, как у поля работаешь. Запах. Запах идет сенокоса. Ну, приятно и работать. Заготовить вовремя корма и получить деньги. Косят, как правило, в самый пик созревания. Фаза вегетации влияет на энергетическую и питательную ценность растения. Правильно убранные культуры долго сохраняют витамины и микроэлементы. А это не только обеспечивает баланс кормовой базы, но и даже дает траве некоторые преимущества перед той же кукурузой. Первый укос – это нужно закончить любыми способами, любыми силами. Поскольку, если мы не сделаем этого, что будут кушать наши коровы и наше стадо, наше поголовье, которое дает молоко. Самый полезный корм – это корм, полученный с первого укоса, чем мы сейчас, в принципе, и занимаемся. То есть самый качественный корм получается именно сегодня. Правда, и от условий хранения многое зависит. Это вторая, уже не полевая, часть большого процесса. Мелкорубленной массой наполняют сенажные траншеи. В одну вмещается несколько тысяч тонн. Обязательно, как следует, утрамбовать, чтобы внутри не осталось воздуха. Так дольше пролежит. Сенаж мы заготавливаем в основном с белковых трав, а это, опять же, высокопитательный белковый корм. На дальнейшее производство молока влияет, грубо говоря, очень сильно. Поэтому самое главное сейчас не упустить качество и сроки заготовки. Мы не на зиму, мы на полуторагодичный запас ориентируемся закладки кормов. Поэтому цель не стоит зиму. Цель стоит круглый год кормиться из траншеи. При этом говорить о качестве корма можно уже сейчас. И для этого не требуются лабораторные исследования. Самые опытные в хозяйстве делают это, что называется, на глаз и почти никогда не ошибаются. Мы всегда определяем на запах. Какой он? Запах очень легкий, медовый, приятный, непрелостю. Корма очень хорошая, отличная корма. Для центральных и южных районов Брещины первый укос трав уже позади. Закончили позже обычного. Коррективы внесли майские заморозки. Но в качестве не проиграли. Аграрии вовремя реагировали на погодные условия и справились без потерь. Сегодня в активной фазе подкормка многолетних трав. Вадим Валов обрабатывает люцерну. Задача каждый год уже традиционной. Из культуры выжать максимум. Засыпаю удобрение себе и приезжаю на поле. Мне агроном дает порядок поля. И я становлюсь по навигатору, езжу. Вот 70 гектаров я уже закрыл за сегодняшний день. Переживаем за урожай. А на него планы большие. В Чернавчицах почти 2000 голов крупного рогатого скота. Чтобы получить прибыль и с молочной, и с мясной продукцией работают в хозяйстве с утра до ночи. Скоро к сегодняшним заботам добавится уборка зерновых. А значит и техника должна быть 100% готовности. Ремонтируем, запчасти привозят. Мне вот новый комбайн в этом году получили. Каждый год обновляем автотракторный парк, закупаем автомобили. МАЗ в этом году приобрели две единицы. Трактора «Беларусь» тоже две единицы. Ну и получили в начале года зерноуборочный комбайн новый. Работа на мехдворе кипит и востромечиво. Через несколько дней техосмотр. А там и до большой компании по сбору урожая недалеко. Все комбайны должны выйти в поле и отработать без простоя. Сейчас зерновой комбайн готовлю. Подшипники все как бы стараемся делать, обслуживать, пока время есть. Потому что в поле уже нужно без поломок стараться, чтобы был, естественно, результат хороший на молот. Созревание культуры в регионе практически на две недели опережает сроки предыдущих сезонов. В первую очередь это касается озимого ячменя. Практически все хозяйства Брещины готовы к уборке зерновых. Техника снята с хранения. За два последних года порядка 320 приобретено. В этом году порядка 40 уже новых комбайнов в хозяйствах имеется. Процент обновления достаточный для того, чтобы поддерживать машино-тракторный парк. В этом году также довольно-таки активными темпами ведется обновление парка скажем так зерносушильных комплексов. Планируется ввести в этом году 9. Ежегодно мы вводили 5-6-7 комплексов. Пока механизаторы приводят в порядок транспорт, агрономы продолжают работать в поле. Вносят удобрения на посевы с кукурузой, сахарной свеклой, льном и другими культурами. Каждый из тех, кто создает для нас продбезопасность, понимает важность этого урожайного года. Он снова стратегически. А значит, ничто не в силах помешать усердно трудиться, а иногда и буквально сражаться за каждый посеянный гектар. Максим Вичерков, София Бережная, Кирилл Липовик и Владимир Пятенев. Наши новости ОНТ. Новинки сельхозотрасли на агрофоруме в Великом Камне. Продукцию представляют более 500 компаний. География участников 11 стран. Одно из важных направлений сельхозтехника. На выставке экспозиции с десятков машин, которые трудятся в полях. Поставками сельхозтехники, которую не производят в Беларуси, занимается компания Агропромсила. По договоренностям обеспечивается качественный сервис. Самоходный опрыскиватель одна из самых популярных позиций. Он для химической защиты растений и внесения жидких минеральных удобрений. Конечно, это выставка возможностей даже просто простому обывателю показать, какая техника на сегодняшний день есть. Если посмотреть, с каждым годом увеличивается число участников, что позволяет наблюдать новые тенденции на рынке и новинки. Форум продлится до 9 июня. На нем определяют и лидеров курса, победителей в различных номинациях. Сафари по частному сектору под Витебском уже несколько домашних питомцев пострадали от неизвестного стрелка. Кто-то из пневмооружия отстреливает котов. Доказательство охоты это пули, которые достают ветеринары. И пока питомцы приходят в себя после такого покушения, хозяева пишут заявление в милицию. Олег Шапель разбирался. После экстренного вмешательства кот Михаил только пришел в себя и уже немного гуляет по участку. Изменила все одна прогулка. Питомец по возвращению еле стоял на ногах. Хозяева срочно приняли меры. Нашли небольшое отверстие. Сразу повезли в ветвечебницу. Там уже обнаружилось, что там пулевое ранение. Как действовать Сергей Малахов знал два года назад именно о чьей-то пули он уже потерял одного кота. И вот второй случай. Сейчас питомца успели спасти. На рентгеновских снимках видно, как была расположена пуля. Хозяин предполагает, что стреляли в животное, скорее всего, когда кот спокойно спал. Устраивать сафари в жилом секторе очень дорого дается для людей в плане моральном, материальном. Да вообще, ну что это за нелюди, это живодеры живут среди нас. Охоту на животных открыли в частном секторе происшествия с братьями нашими меньшими конечно случались, но чтобы они становились мишенями большинство не припомнят. Бегаются коты, все, никто никого не стрелял. Не знаю, я не слышала. Самый классный район. Все хорошо. Самый спокойный котик стреляли. Между собой жильцы делятся фотографиями пострадавших животных. Пока жертвами становятся только коты. У всех результат таких встреч с охотником следы от пневматических пуль. Только в мае из этого микрорайона в милицию обратилось три человека. Сотрудниками милиции установлен круг подозреваемых лиц, которые могут быть причастны к данному противоправному деянию. И, соответственно, их причастность проверяется. Пневматическое оружие, из которого стреляли в кота, как оказалось, есть у многих на руках. Впереди и баллистическая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Смотри, как хорошо. Ой, как сладко. Некоторые люди ведут себя хуже зверей и даже не стесняясь выставляют на показ в социальных сетях издевательства. Милиция реагирует. Женщина, которая расправилась с котятами, отправилась в колонию на полтора года. В другом случае под горячую руку и ногу попала овчарка. Пострадавшего питомца взял под опеку начальник УВД. В Витебском приюте Добрик могут рассказать разные примеры отношения человека к четвероногим друзьям. Изменить ситуацию, если не сразу, то в перспективе должен новый закон об ответственном обращении с животными. Этот закон необходим. Особенно необходим тем гражданам, которые относятся неподобающе к животным. Берут их, потом надоедает им кот, собака и выбрасывают их на улицу. Ответственность за жестокое обращение с животными вплоть до уголовной. Пока ведутся поиски хулигана, коты о их семье Малаховых-3 большую часть времени проводят на своем участке. Раны затягиваются, а вот доверие к человеку, пострадавшего животного, вернется нескоро. Олег Шапель, Ксения Каневцева, Олег Гуринов. Наши новости. Читая Пушкина, 225 лет назад родился великий поэт и писатель. Его произведения звучат сегодня во всем мире. У памятника в Минске литературная встреча. Могила Пушкина тиха и островом уходит в небо. Как будто не было греха и пули под лица и гнева. Благодаря поэту русский язык обогатился. Виртуозно владея словом, Пушкин говорил просто о сложном, создавая энциклопедию русской жизни. О красоте женщин в любовных стихах. О социальных проблемах в реалистичной прозе. Первый, кто задал в литературе вечные темы. За вдохновением поэт приезжал и на нашу землю. Бывал в Могилеве, Орше, Витебске и Полоцке. Творчеством классика увлекается немало белорусских современников. Когда я начинал, я подражал Пушкину. Я начинал писать на русском языке. Великая русская литература и современная, и та классическая. Но Пушкин – это солнце русской поэзии, это солнце мировой поэзии, вот как оно сегодня светит. Мне папа вечером читает всякие книги, а в принципе я довольно много читаю. Я читаю разную литературу, но в основном классику, как Пушкина и других русских писателей. ну, я считаю, для общего развития. Пушкин пережил 20 дуэлей, но 21-я стала роковой. Цветы к памятнику несут весь день. В школах и библиотеках также специальная программа. Поэзия и классика веками остаются очарованы миллионы людей. Произведения продолжают переиздавать во всем мире. Новый поворот балетного лета в Большом. на фестивальной сцене мировые премьеры в репертуаре белорусского гранда. Первый ввод приглашенной звезды в чисто нашу историю на пуантах спектакль «Иллюзия любви». В главной партии девушки сегодня прима Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Они говорят, редко кому Бог дает такие роскошные ноги. Сама артистка без лишних фраз, мол, все объяснит кружение рук, движение глаз. Александра Матяс изящное искусство. Гуляет сама по себе до того, как открылся занавес у Оксаны Скорик дебют в балете, который только здесь на сцену Большого прима с эталонными петербургскими па и мариинским обычаям. Молчать нельзя говорить в день выхода в свет. Приглашенные солисты это большая удача для нас. Конечно, какие-то спектакли учились по видео. Оксана Скорик прекрасная балерина Мариинского театра, которая сегодня принимает участие в качестве главной героини в нашем спектакле «Иллюзия любви». Она приезжала заранее, врывается в этот формат балетного лета. Сегодня также день рождения хореографа-постановщика Игоря Колба. Вот так вот все совпало. Самая горячая премьера сезона и не потому, что в возрасте от 16 лет «Иллюзии любви» в двух актах. Столько же мнений «Верю-не верю» игра после просмотра под музыку Шопена, Шостаковича, Ширина для большого. Это абсолютно новая эстетика. Первые в истории театра, когда так дирижер гуляет по залу, изображает из себя директора театра. Это оказалось непростой задачей. Понял, насколько это тяжелый труд у драматических артистов. Следить за походкой, за текстом, в то время слушать музыку, чтобы не опоздать. Для меня это оказалось такой сложной задачей. Я думал, вот я выступлю, и меня сразу начнут приглашать в сериалы. Нет, предложений пока не поступало. Десятое балетное лето в большом с посвящением легендам, хореографам, без адресата, лишь иллюзии любви. Впрочем, колядка тоже легенда. Самый почтенный дирижер. 45 сезонов театральной афиши. Фестиваль через танец к звездам. Грандсцена под наклоном в 4 градуса. Такой же у Пизанской башни. Для заезжих артистов угол играет роль. Стоит привыкнуть. У каждого театра он свой. В Мариинском зеркальный нашему для зрителей чем круче, тем эффектнее иллюзия полета. Это лето звездное будет с нами до конца недели. Вот билет на балет устами фестивальной публики из 20 стран. Перед ними сегодня на пуантах пронесутся все времена года. Серьезные чувства глазами девушки. Она балетмейстер. Он иллюзия любви. А за кулисами большого уже следующие гости. Александр Матяц, Дмитрий Буй, Игорь Хвиченя. Наши новости. Завтра погодные условия в основном будет определять область высокого атмосферного давления. Лишь в юго-западных и западных районах скажется влияние атмосферных фронтов. В эти регионы продолжат поступать кучево-дождевые облака. Пройдут дожди в сопровождении гроз. В пятницу переменная облачность. Ночью утром по юго-западу, а днем по западной половине кратковременные дожди возможны грозы. Ночью утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится. Утром от 14 до плюс 17 градусов. С учетом влажности ветра по ощущениям немного прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от 19 в Бресте до 24 в Гомеле. К вечеру в диапазоне от 16 по западу до 21 по юго-востоку. В субботу переменная облачность. Локально пройдут кратковременные дожди. Ночью утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный при грозах порывистый. Ночные часы от 8 до 15 градусов. Днем от 18 по северу до 25 по юго-востоку. В воскресенье погоду станут определять атмосферные фронты Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу утром и днем на большей части страны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный днем с переходом на западную умеренной при грозах порывистый. Днем 19 24 по юго-востоку до 28. У меня на этом все. Ответы на актуальные вопросы о погоде не только вы можете найти в нашем телеграм-канале Рябов ответит. Подписывайтесь.